То есть, с помощью этой штуки мы просто кликаем и мы строим лестницу вверх, прямо как в Фортнайте, друзья. И всем привет, дорогие друзья, с вами Става Кейн, и мы продолжаем смотреть моды для Майнкрафта. Это уже 473-я часть наших обзоров, и, ребята, как вы, наверное, уже могли заметить или прочитать в названии видео, сегодня у нас будет очередной мод на тематику Фортнайта в Майнкрафте. Да, друзья, я нашел еще один мод по Фортнайту, который мне довольно-таки понравился, друзья. Он добавляет довольно-таки много предметов из Фортнайта и именно оружия, потому что предыдущий мод, который мы смотрели, добавлял куст и танец. И все, больше ничего не добавлял. Этот мод, мне кажется, покруче. И что ж, друзья, я надеюсь, вы поставите лайк этому видео, прямо все-все-все-все из вас поставят лайк, мы наконец-то наберем 120 лайков, друзья. Да, ну и что ж, ребята, давайте приступать смотреть, что же нам принес сегодня Кейн и что же у нас есть в этом моде, друзья. И первое то, что вам нужно знать, это, конечно же, существование V-Bucks здесь. Вы знаете то, что V-Bucks это валюта в Фортнайте. Ну, кто-то из вас. Я знаю это потому, что я в Фортнайт вижу везде, хотя я сам не играл и не буду играть. Но я знаю, что V-Bucks, V-Bucks, V-Bucks это валюта в Фортнайте, за которую вы можете покупать, если не ошибаюсь, скины и еще что-то. Вроде бы только скины, потому что что еще можно в Фортнайте купить. Но, друзья, давайте посмотрим. Во-первых, нам нужно узнать, как крафтится один V-Bucks. И крафтится он вот таким вот образом. Вам понадобится один алмаз и четыре блока железа вокруг. Вот таким вот образом. Вы получаете V-Bucks и с помощью этого V-Bucks вы уже будете крафтить все остальное в этом моде. Это обязательно. Но мы идем дальше, потому что сейчас, друзья, первым делом мы посмотрим на предметы из Фортнайта, которые что-то для нас делают. Как-то что-то происходит. А потом мы посмотрим на оружие, друзья, потому что оружия здесь тоже довольно-таки много. Ну и поехали. V-Bucks, V-Bucks, уходи отсюда. И дальше, что у нас есть? Давайте я выйду из креатива, во-первых, чтобы все было честно и наглядно. У нас есть шилд, друзья. Шилд это, вы знаете, щитки или как его называют в России в Фортнайте. Я помню, я видео Яво смотрю, как они называли эту синюю жижу. Щиты? Щитки? Или я что-то придумал? Короче, друзья, не знаю. Но если вы что-то хотя бы минимальное видели о Фортнайте или сами играли, то вы знаете, что это вот эта вот жижа синяя, которая добавляет вам защиту. Вот она здесь. Только здесь она немножко фиолетовая. Ну, ничего страшного. Когда вы ее выпиваете... Как вы можете слышать, есть звук оригинальный из Фортнайта. И вам дается сила на 25 секунд. Причем довольно-таки хорошая... Ну, что ж ты на делке? Причем довольно-таки хорошая сила. И для того, чтобы все это нам протестить сегодня, давайте я зайду вот сюда и возьму нам немножко... Да где? Всегда забываю. Вот, вот здесь. И возьму нам немножко мобов, против которых мы немножко посражаемся. Так, 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 так. Это где? Это где? Это где? Это где? Это где? Это где? Житель? Житель? Житель. Отлично. Также здесь есть парочку мобов, которые я вам покажу в самом конце видео. И, друзья... Так, э... Так... А, у меня креатив. Отлично. Все, я вернулся. Я вернулся сюда. И давайте поспавним здесь немножко жителей, чтобы мы могли немножко кое-что потестить из того, что мы будем смотреть. Так, отлично. Вот так не подойдет. Главное, не шумите, друзья. Не кричите громко. Спасибо. И, друзья, давайте возьмем еще один этот шилд, потому что я хочу протестить, насколько мы становимся сильными. И... Он у нас вот здесь. Как он крафтится, я вам не помню, показал или не показал. Но не показал. И крафтится он вот таким образом. Один V-Bucks и одна пустая стеклянная бутылка. Как вы громко орете. Дайте я вас. Хотя я не хочу звук понижать, потому что иначе вы не будете слышать прикольный эффект из Фортнайта. Ладно, делаем день. И, друзья, давайте выпьем один шилд. Смотрим. У меня далась сила на 25 секунд. И... Ху-ху-ху! Изи, друзья. Одним ударом я уничтожаю жителя. Ну-ка, пошли, ладно, отсюда. Вот какой я добрый, друзья. Да, то есть... Реально, эти щитки... Э, я не помню, как они называются. Как их называют? В народе. Но, не знаю. Короче, реально полезная штука. Крафтится не так уж и дорого. Ну, если посчитать... Один V-Bucks. Это... Много железа, один алмаз. То, в принципе, за один щиток... Слушайте, ну, не знаю. 20 секунд. Может, и не так уж и круто. Ну, посмотрим. Хорошо. Окей, выкидываем наши щитки. Пусть они у нас там валяются. Дальше у нас идет медкит. Ну, медкит, в принципе, здесь... У нас большой какой-то гигантской теории о том, что он делает. Нет, он нас лечит, друзья. И для того, чтобы нам это потестить, я хочу упасть. Упасть, чтобы у меня отнялись немножко жизни. Вот таким вот образом. И вы можете видеть, активируйте медкит. И вы можете видеть, я отхилился. И у нас дается инстант хелф. То есть мы хилимся сразу. Ну, и, конечно же, звуки из Фортнайта. Я не знаю, слышали вы сейчас или нет. Но, опять же, когда вы используете аптечку в Фортнайте, вы что там делаете? То у вас производится именно этот звук, друзья. Но мы идем дальше. Потому что, если вы знаете, то в последнее время... Ну, не в последнее время. Наверное, где-то, может, месяц назад добавили новую фишку в Фортнайт. Вы даже не спрашивайте меня, откуда я все это знаю. И вы, наверное, скажете, Кейнт, ты играешь в Фортнайт? И нам просто не хочешь говорить. Нет, друзья, я не играю в Фортнайт. Но я знаю очень много о нем, потому что он везде. И мне приходится, друзья. И добавили Фортнайт. Друзья, добавили Фортнайт в Майнкрафт. То есть это такая штука, которую кидаешь под себя. И, ну, и в Майнкрафте это работает точно так же. Давайте посмотрим. Чтобы, кстати, скрафт делаться вот таким образом. Дорого. Дорого, сразу вам скажу. И дождь пошел. Причем, друзья... Нет, Water Clear. Причем, друзья, она дорогая, но она на самом деле... Вы сейчас увидите, что она делает. То есть, мне кажется, это вообще совсем не круто, друзья. Потому что, заметьте, мы использовали 4 блока алмазов. Мы кучу алмазов потратили на эту штуку. И смотри, что мы получаем. Вот это. Вот оно. Мы получаем какую-то типичную конструкцию из досок. За кучу алмазов, друзья. Ну, и понятное дело, это Форт. Ну, то есть, как в Фортнайте, да? Ну, в Фортнайте он немножко повыше. И как-то он даже... В Фортнайте он даже не из дерева. Он, наоборот, какой-то железный делается. И так далее, и тому подобное. Я не знаю. Но, что это такое? Что это за фигня? Почему я на нее потратил столько алмазов? Что это за фигня? Мне совсем не нравится этот Фортн. То есть... Ну, не знаю, друзья. Ну, не знаю. Жители, что вы думаете? Понятно. И вообще пофиг. Ладно, давайте мы просто... Мы просто оставим его здесь. Хорошо? Крутой Фортн. И пойдем дальше. Потому что дальше у нас есть вещь, которая мне реально очень нравится. Вы же знаете то, что в Майнкрафте можно строиться, да? И вы же знаете то, что в Майнкрафте строят вот эти вот платформы, по которым ты забираешься как по лестнице, друзья. И как это работает здесь? Здесь тоже можно делать такие лестницы. Только вам нужно выбрать правильное направление. Также можно делать стены и все это. Но стены нам нафига не нужны. Нам нужно посмотреть ввод. Вот таким образом вы просто кликаете с помощью этой штуки, которая крафтится... Которая никак не крафтится. Кстати, я не помню, показал ли я крафт... Меткита. Вот. Меткит, кстати, крафтится вот таким образом. Вам понадобится красная шерсть, V-Bucks и один Fortnite chest, который крафтится вот таким образом. Который мы сейчас посмотрим, этот Fortnite chest. Но! Смотрите, друзья. То есть с помощью этой штуки мы просто кликаем и мы строим лестницу вверх. Прямо как в Fortnite, друзья. Мне вот эта фишка реально нравится. Ну, не в самом Fortnite, но именно в Майнкрафте. То есть так можно забираться на гигантские высоты. И вы, наверное, спросите, а как же его повернуть? Нам нужно выбрать специальное направление. То есть это у нас East. То есть давайте посмотрим North. То есть это у нас будет... Север. Север у нас. Если это East, то север у нас в ту сторону. Отлично. И вот таким образом мы можем в любое направление перемещаться. В строй. В строй лест. А. 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 А, они строятся почему-то наверху. Что я надел? Короче, ладно. Вы поняли, друзья, как это работает. Что у нас здесь? О, интересно. Так, все, хватит кликать право на камыши. Иначе тут все лестницами застрою. Интересная штука. Давайте посмотрим на стены. Потому что я их даже не видел. Но я не думаю, что... Я не думаю, что они какие-то... Ну, просто стена. Ну, вот как бы стена. Причем эти штуки не крафтятся. Их нельзя никак добыть обычным путем. Ну, из креатива. Не знаю. Не знаю, ребят. Я все еще в шоке от этого форта. Потому что... Четыре блока алмазов. Друзья, на вот эту фигню из досок. Ну, зачем? Ну, зачем? И дальше у нас есть сундук из Фортнайта. Который выглядит вот таким вот образом. И... Я не знаю, что происходит. Что это? Что должно здесь появиться? Я не знаю, как работает этот сундук. Возможно, в ту одну ячейку, типа, можно класть различные вещи. И, типа, это уже ставить на карте. И играть. Ну, с друзьями. Там, в Майнкрафт, Фортнай и так далее. И тому подобное. Но нам это, в принципе, интересно. И крафт... Ну, я уже показал, как он играется. Дальше, друзья. Окей. Что мы имеем здесь еще? Мы имеем патроны, друзья. Патроны, я не буду показывать, как крафтятся. Вы потом сами это можете посмотреть. В ссылочке в описании. Но мы посмотрим на оружие, друзья. Сразу то, что можно заметить, то, что... Ээээ... Сам дизайн именно иконок этих оружий, он какой-то очень странный. Минималистичный, очень маленький. Вы, наверное, думаете, что это за оружие такие странные? Что они будут делать? На самом деле, смотрите. Вот это... Это кирка. Кирка из Фортнайта. И вот она. То есть, когда мы ее берем в руки, она уже приобретает другую фортнайку. И она выглядит реально, как обычная кирка из Фортнайта. И когда вы, например, бьете дерево или еще что-нибудь, то... Я в креативе. Вот оно что. Вот оно что. Вот оно что. Уходим из креатива. То, когда вы ломаете дерево, происходит следующее. Слышите? Звук ломания дерева из Фортнайта. Причем... Причем он очень долгий. И я всего лишь один раз ударил по дереву. И если мы начнем копать много дерева... Мои уши. Ох, я не знаю, как вам слышно, друзья. Возможно, у вас тихо у Майнкрафта на видео. Но это очень громко и очень неудобно. Я не знаю, зачем мне так сделали. И... Ай! Черт, опять. Ну, не знаю, кирка как кирка. Она ломает все подряд. Можно ей ломать все что угодно. Вроде бы скорость одной этажа. То есть я могу сломать и камень, и дерево с одной скоростью. И, возможно, это имеет какой-то плюс. Но, я не знаю. Мне эта кирка не очень нравится. Она крафтится вот таким образом. Две палки и три Ви-бакса, друзья. Что ж, выкидываем кирку и идем дальше. Потому что дальше будет интересно. Давайте возьмем все патроны, во-первых. Потому что мы сейчас будем делать крутые вещи. Вот это. Вот. Вот это. И вот это. Отлично. Дальше мы посмотрим на SCAR, друзья. SCAR это автомат. Обычный автомат. Я думаю, все знают, что такое SCAR. Есть и в PUBG. Есть и в Fortnite. И одна из самых таких базовых вещей, которые вам нужны, чтобы выиграть. Ну, более-менее. И что он делает? Он убивает людей, друзья. Вы можете слушать звуки попадания во врага. Здесь тоже присутствуют. Не знаю, слышно ли вам или нет. Но есть такие небольшие звуки. Это те пиу-пиу. Вот и я. Я думаю, вы поняли. После того, как я вам их показал. Ну ладно, не важно. Хорошо, друзья. SCAR, SCAR. SCAR у нас крафтится вот таким образом железный блок. Золотой блок. Один V-Bucks и один Redstone факел. И, в принципе, он больше ничего не делает. Он только стреляет и использует патроны, если не ошибаюсь. Да, вот эти Rifle Amo. И, жители, жители, я вас еще заспалю. Ну, в принципе, мне эта пушка не так уж нравится, как другие здесь. Но она работает. И причем давайте проверим расстояние, с которого мы сможем... О-оу. То есть мы не можем? Да ладно. Ага. То есть сколько здесь блоков примерно? Я бы сказал, блоков так 20-25. Хм. И все-таки есть радиус, друзья. Я думаю, можно на гигантские расстояния стрелять. Но да ладно. Ничего страшного. Ничего страшного. Мы простим создателей этого мода, потому что мы идем дальше. И у нас есть памп-шотган. Это обычный... Обычный дробовик, который используют эти патроны, которые крафтят. Я не хотел вам показывать крафт, но я показал. Хорошо, дробовик что делает? Он убивает. И он убивает только... Ну, он убивает сильно-сильно прям убивает. Когда вы вблизи. Ну, понятное дело, потому что это... Это шотган. У него есть разброс. Но он уже не такой сильный. Он убивает одного жителя с двух выстрелов. Где это видно? Зачем мне оружие, которое... Это же дробовик, друзья. Вот представьте, в реальной жизни, если к вам кто-то подойдет вот так и стрельнет из дробовика в упор... Вы останетесь живы? Я не думаю. Но такого, конечно, никогда не произойдет. Никто у вас стрелять не будет, друзья. Не волнуйтесь. Так. Time set day. И продолжим, друзья. Потому что шотган мне тоже не очень нравится. Потому что у нас есть вещи покруче. Например. Submachine gun. Это у нас уже реально пулемет. Давайте посмотрим. И его можно прямо вот так вот зажимать и... Вот это я злодей, друзья. Вот это я злодей. Вы, наверное, меня простите, но я... Я злодей. Я злодей. Кстати, друзья. Вы можете заметить то, что прочность у нашего шотгана... Точнее, не шотгана, а у нашего... У нашего вот этого вот. Все-таки уходит. То есть она не бесконечная. Если у нас стрелять, 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 в итоге она сломается. И... И будет плохо, друзья. Мы остаемся без оружия. Без оружия. Грустно. Но мы идем дальше. Потому что дальше еще круче. У нас есть тактика с шотганом. Шотган, который стреляет, ну, вот, быстро. Парочку раз. Давайте проверим его мощность. Так. Ну, неплохо, неплохо. Опять же, не убивает самого выстрела. Но прикольно. Он быстрый. Он очень быстрый. Его можно прямо спамить и спамить. Это прикольно. И он красный. Да, я помню, что в Фортнайте он тоже красный. И это круто. Хорошо. Идем дальше. Давайте посмотрим следующее оружие. Дальше у нас идет Рокет Лаунчер. Рокет Лаунчер. Я, кстати, даже не видел в этой игре. Точнее, в этом моде, как он работает. Давайте посмотрим. Ну-ка. Йоу. Ха. Круто. Все сломал. Так. Давайте вернем. Вернем обычную погоду. Пожалуйста. Уберите дождь. Ненавижу дождь. Ну, как вы можете видеть, да, работает Рок Лаунчер, как и должен он работать. Он запускает ракеты, все взрывает. Ой, дайте мне взорвать эту фигню. О, наконец-то. Блаженство, друзья. Блаженство. Хочу уничтожить, никогда больше не видеть этот фортн. Ненавижу. Четыре блока из-за алмаза. На вот эту фигню из досок, друзья. Я все еще в шоке. Ладно, друзья. Кракция эта штука. Вот таким образом вам понадобится две зеленые шерсти, три блока досок, один тинти и один бейбакс. Очень-очень просто. Ладно. Дальше у нас идет ассалут ра... 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 райфл. Это просто обычный автомат. Так. М4 вроде бы в фортнайте. Это обычный автомат считается. М4 или М16. Не помню, друзья. Но вот он у нас. Очень громкий. Тут, кстати, нужно немножко, ну, сделать мастеринг со звуком. Потому что некоторые звуки очень громкие, некоторые очень тихие и непонятно. Ну, давайте попробуем заспать жителя. И ну-ка иди сюда. Ну-ка иди сюда. Ну-ка иди сюда. Ну, два выстрела, друзья. Два выстрела. Это... Это... О! Ну, ладно. Я тебе... Вы слышали, он не ответил. Я ему сказал, о. Он такая... Ну, ладно. Не важно. Да ты замолчи. Ну, все. Ну, все. Ну, все. Как ты мне... Но он меня дразнит, друзья. Извините. Ладно. И идем дальше, потому что дальше в последнее оружие. Это болт-экшен снайпер-райфл. Это у нас снайпер, к которому нельзя прицеливаться, друзья. Как прицелиться? Почему музыка... Что? Вы слышите это? Вы слышите? Это музыка из Майнкрафта? Чего? Почему она здесь? Что происходит при выстреле, друзья? Мне, походу, кажется, что автор как-то неправильно записал звук выстрела этой штуки. А, наверное, знаете, как это было? Он, короче, пошел записывать звук снайперки в Фортнайте и забыл... Ну, и Майнкрафт у него был открыт на заднем плане. И, походу, так и записалось. Ладно. Прикольная штука мы нашли. Прикольная штука. Что здесь произошло? Где блок? Где он? Ладно, ребят. Что ж, я думаю... Музычка. Я думаю, друзья, на этом мы закончим. Я не знаю, понравилось вам это видео или нет. Я думаю, сегодня было круто. Было хорошее настроение. Мне он все показал. И Фортнайт, друзья, я все еще остаюсь при своем мнении. То, что, ну... Я не говорю, что Фортнайт это прямо ужасная игра. Я просто не хочу в него играть. Ну, потому что, ну... Ну, не надо, друзья. Поэтому, не знаю. Возможно, когда-нибудь напишите в комментариях, что вы думаете о Фортнайте. Хотя бы уже об этом писали. Напишите еще раз, возможно, у вас поменялось мнение. Ну, а также не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, оставлять комментарий и ставить колокольчик. С вами был Кейт. И до новых встреч.